Осветляющая сыворотка Skin Brightening Serum Данный препарат, как видно из названия, применяется для осветления тона кожи и поверхностной пигментации. Вообще, пигментация нежелательная, как правило, называется меланозом. И причины меланоза, их на самом деле не одна. На первом месте можно поставить ультрафиолет, то есть ультрафиолет, который вызывает, соответственно, фотостарение. И под воздействием ультрафиолета чаще всего пигментация образуется. Кроме того, возникновение нежелательной пигментации может поспособствовать травматизация кожи, например, после воспалений, то есть поствоспалительная пигментация, или постакна иногда ее называют. Или после каких-то травм, тоже на место какого-то травмирования кожи у нас бегут меланозиты, как защитная реакция организма. И таким образом там может быть пигментное пятно на месте какой-то травмы. Соответственно, как такой еще часто встречающийся фактор в их сгновении гиперпигментации, это беременность. Так называемая хлоазма, маска беременности, как ее еще называют, или мелазма. Это достаточно часто возникает у женщин во время беременности и сохраняется какое-то время, иной раз даже довольно длительное после родов. И, как правило, эта пигментация является все-таки поверхностной и, в принципе, достаточно неплохо поддается воздействию каких-то осветляющих компонентов именно косметических средств для наружного применения. Кроме того, могут быть, конечно, какие-то внутренние причины, которые способствуют возникновению пигментации. Это, например, нарушения какие-то эндокринные со стороны щитовидной железы, состояние надпочечников, и зачастую тоже сопровождаются возникновением нежелательной пигментации. Самое трудно поддающееся какому-либо воздействию, практически неподдающееся, это уже возрастная пигментация, которая, собственно, уже, как говорится, тяжело с ней бороться, практически невозможно. Но даже при наличии взрастной пигментации или таких явлений общего характера, как, например, лентига, когда человек практически с юного возраста покрыт большим количеством веснушек, все равно осветление общего тона, оно возможно. Для осуществления именно вот этого осветляющего эффекта, как в отношении отдельных пятен, так и в отношении общего тона, используются различные ингредиенты. В этой сыворотке, которая называется Skin Brightening Serum, используются основные, как говорится, с огромной доказательной базой эффективности компоненты, которые себя уже на протяжении довольно-таки большого количества лет зарекомендовали. Наряду с ними используются компоненты более современные, инновационные. То есть, вот этот комплекс, он, собственно, дает достаточно быстрый и хороший результат. Что это за компоненты? В первую очередь, это коевая кислота. Коевая кислота – это известный блокатор тирозеназы, можно сказать. Кроме того, она обладает и противоиспалительным, и сиборегулирующим, и немножечко омолаживающим эффектом. Поэтому при применении сыворотки осветляющей в том числе наблюдаются и такие изменения, как уменьшение глубины морщин, ну, естественно, глубоких заломов, насколько это возможно. И общее, как говорится, разглаживание и улучшение качества кожи. Но коевая кислота – это один из самых таких вот основных отбеливающих компонентов данного препарата. Кроме того, используется такой компонент, интересный, как хромобрайт. Это такой, можно сказать, молекулярный компонент, да, и который, собственно, работает с осветлением без сенсибилизации, то есть без повышения чувствительности кожи к ультрафиолету, чем, собственно, грешат большинство отбеливающих компонентов. Поэтому отбеливающие сыворотки зачастую не рекомендуется использовать тогда, когда период активного солнца. Кроме этого компонента, там есть еще пептид, пептидный компонент, то есть есть регуляторные пептиды. В данном случае используется милостатин-5, который именно прицельно работает с пигментом. И, собственно, тоже влияет на синтез меланина и блокирует тирозиназу. Кроме того, кроме этих вот таких вот основных компонентов, есть растительный компонент, то есть солодка, экстракт солодки, глабредин или лакричник, который, ну, традиционно используется в отбеливающей косметике. Неоцинамид, который помимо легкого осветляющего действия обладает еще свойством снижать секрецию кожного сала, уменьшать размер пор, улучшать микроциркуляцию, улучшать тон кожи, цвет лица, освежать. Ему в помощь добавлен витамин С, который тоже обладает легким осветляющим действием, но при этом обладает еще и большой антиоксидантной активностью. И, как говорится, в качестве такого уходового базового компонента, увлажняющего, немножечко дающего такой эффект лифтинга легкого, это компонент мультикомплексный, фукогель, который у нас традиционно во многих средствах используется. И, собственно, он как раз влияет именно на качество, на состояние самого эпидермиса, делает кожу более увлажненной, гладкой, напитанной. И, соответственно, вот эти все компоненты, они потенциируют действие друг к другу, то есть друг к другу помогают. Использовать ее можно один или два раза в день, то есть ее можно использовать как в утреннее время, так и в вечернее. Естественно, в утреннее время, особенно при склонности к глиментации, нам желательно использовать средства с SPF-фактором, особенно если ультрафиолетовый индекс превышает цифру 2 или 3. Для этого можно использовать, например, крем увлажняющий с SPF-10, если солнце не очень активное, либо крем мультипротектор SPF 50+, если солнце активное. И курс применения может быть довольно-таки длительный этого препарата. Также он предупреждает возникновение пигментации. То есть, в принципе, его можно использовать с осторожностью под прикрытием SPF даже в летний период. Можно сочетать с любыми средствами, которые в рутинном уходе могут быть, но не наносить, например, в одно применение со средствами с активным ретинолом, либо с кислотами. То есть, мы разносим это по дням или по времени. Соответственно, утром желательно SPF, а уже средство отбеливающее мы наносим под SPF, если утром мы применяем, а если применяем вечером, то самостоятельно, либо можем поверх него нанести какой-то питательный крем, если кожа сухая и требует дополнительного питания. Субтитры создавал DimaTorzok